Авторскому театру пророчество в рамках плеч исполнился год. Это событие организаторы любительского театра, конечно, не смогли оставить без внимания и предложили зрителям посмотреть очередной спектакль «Костюм огней», где в главной роли выступает красотка Кармен. Это, опять-таки, вольная собственная интерпретация, потому что Кармен – это достаточно большая история, так как мы маленький театр, пока еще мы написали свой сценарий, соблюдая основные правила данного спектакля, и подготовили свою вариацию. Мария и Светлана вместе сочиняют сценарии, вместе исполняют роли, выступают в качестве режиссеров. За год была проделана большая работа. Написаны тексты для нескольких спектаклей, изготовлены костюмы. Появились даже постоянные зрители, которые готовы приходить на все постановки. Такое начало не может вдохновлять создателей театра на продолжение работы, начатой год назад. Любовь к театру как таковому, плюс любовь примерять на себя роли, писать какие-то истории и желание что-то рассказать, свое видение как мира как такового и каких-то историй. Если не хватает актеров, Мария и Светлана приглашают поучаствовать в постановке своих друзей. На этот раз дала согласие помочь Анастасия Вишнева. Она дебютировала в роли Кармен. Я поздравляю моих подруг, что они создали этот театр. Когда человек чем-то себя занимает, особенно творческим, он развивает себя и духовно, и физически. Если люди сидят перед телевизорами или компьютерами, они просто тупеют. Таинственное название театра «Пророчество в рамках плеч» у многих вызывает вопрос, что же это значит. Но создатели театра не спешат раскрывать секрет, а предлагают размышлять на эту тему. Такое название должно сделать зрители соучастниками творческого процесса и пробудить какие-то свои образы и эмоции.